Добрый день, меня зовут Валерий Прушинский. В своих видео я рассказываю об изобретениях и патентах молодых и многообещающих современных компаний. Компаний с многомиллионными доходами и компаний только начинающих свои продажи, продажи своих услуг и продуктов. Но я занимаюсь ТРИС. К сожалению, многие из вас никогда не слышали этой аббревиатуры и не знают, что это такое. ТРИС – это теория решения изобретательских задач. Теория изобретательства – это наука. Наука, которая развивается уже более 60 лет. А основатель этой науки решил найти сильные патенты, изучить их, выявить в них сильные изобретательские приемы и закономерности, а потом научить всех людей изобретать. Но некоторые люди считают, что ТРИС хорошо работает только с железными или механическими изобретениями, которые были распространены в прошлом веке, а с современными уже почти и не работает. Именно поэтому я решил делать эти короткие 5-10 минутные видео, в которых я буду рассказывать о современных компаниях, об их патентах, об их изобретениях и о том, какие инструменты ТРИС в них, на мой взгляд, конечно, были использованы. И, как обычно, мы начнем наш разговор об одной из таких современных компаний с квиза. Итак, как называется эта компания? В свое время эта компания разработала свое первое приложение не только для смартфонов, но и для очков, умных очков Google Glass. Это приложение анализировало местоположение владельца смартфона для того, чтобы предложить ему посетить интересные места, которые находятся рядом с ним. И это могли быть исторические достопримечательности магазины и даже рестораны. К 2015 году это приложение уже распространялось в 80 странах на 30 языках. Вы уже догадались, что это за компания? Тогда сегодня мы поговорим о некоторых патентах этой компании. Это патент 978-2668, Placement of Virtual Elements in Virtual World Associated with Location-Based Parallel Reality Game. И патент 966-92-96, Linking Real World Activities with Parallel Reality Game. Звучит ужасно, но на русском языке это выглядит примерно так. Размещение виртуальных элементов в виртуальном мире, связанном с игрой в параллельной реальности на основе местоположения пользователя. Яснее не стало, но второй патент это связывание деятельности в реальном мире с игрой в параллельной реальности. Окей. Главное не пугайтесь. Попробуем поговорить об этой параллельной реальности очень упрощенно. И для этого посмотрим на рисунок из этого патента. Вот это вот, это реальный мир и на нем находятся игроки. Вот эти вот маленькие человечки. Это карта реального мира. А сверху находится карта виртуального мира. Виртуальной параллельной игровой реальности карта, которая совпадает с реальным миром. Но на реальный мир и на его объекты наложены скрытые виртуальные элементы. И таким образом игроки могут, например, двигаться в реальном мире и видеть на экранах своих мобильных телефонов параллельную реальность из их игры. Потому что есть такой игровой сервер, в котором есть модуль, который анализирует местоположение игрока и дополняет, на лету дополняет реальность игровыми элементами прямо на экране телефона пользователя. И виртуальные элементы этой игры связаны с реальными местами или объектами. То есть игра может направить игрока в парк, на выставку или даже в музей, где игрок, к примеру, может собрать или поймать какие-нибудь ценные виртуальные элементы и таким образом повысить свой игровой уровень. А теперь вернемся к нашим изобретательским приемам. Наверное, вы все уже догадались, какой прием здесь был использован. И поэтому легко сможете выбрать правильный ответ из списка на этом слайде. То есть какой прием был использован? Разделение, объединение, разграничение или привлечение. Подумали? Ладно, остановимся на принципе объединения. И поскольку здесь, по-моему, ясно видно, что изобретатели компании объединили виртуальные и реальные миры. Кстати, есть патенты и рисунки и дополнительные иллюстрации, которые рассказывают, что чтобы поймать вот эти виртуальные элементы, надо что-то собрать. И, к примеру, игра может быть устроена так, что это что-то может помочь приманить или обездвижить виртуальный объект, давая игроку силы его изловить. Кстати, оговоримся здесь, что патентные иллюстрации сильно отличаются от реальных скриншотов реальных существующих игр. Поэтому все еще довольно трудно понять, о какой же игре идет речь. Но, как мы говорили, игровые элементы виртуального мира могут располагаться в различных зданиях, музеях, выставках, даже рядом с реальными городскими памятниками и зданиями из реального мира. Так что они создают иллюзию, что в реальном мире есть какое-то еще одно скрытое измерение из параллельного мира, с которым и могут взаимодействовать игроки. Кроме того, в патентах предусмотрено введение коммерческих элементов в игру. К примеру, изобретатели придумали, что оплата каких-нибудь предметов или услуг в реальном мире может быть связана с увеличением силы или с открытием скрытых черт игры, новых игровых целей или других объектов, ценных в виртуальном игровом мире. А согласно другой идее, в параллельной реальности могут распределяться купоны, ваучеры или скидки, полезные в реальном мире. Было даже предложено, что коммерческий спонсор или владелец бизнеса может оплатить запрос, чтобы какие-то объекты параллельно игровой реальности находились рядом или прямо в его заведении. Ведь таким образом, если большое количество игроков посетит какой-нибудь объект, то велика вероятность, что они что-нибудь купят и продажи реального объекта, кафе, магазина или другого коммерческого заведения вырастут. Итак, эта компания выпустила свою новую мобильную игру на основе расширенной реальности VR and AR, которая поощряет физическую активность и помогает расти местным бизнесам. Дело было в 2016 году, к концу этого года игра была уже скачана 500 миллионов раз, а в мае этого года в игре уже было 147 миллионов активных пользователей. Таким образом, к декабрю 2018 года игра принесла уже 3 миллиона долларов доходов. Но, к сожалению, в объединении реального мира и игрового параллельного мира есть и свои проблемы. К примеру, хорошо, что игры в параллельной реальности увеличивают и поощряют физическую активность, заставляют игроков выйти из дома. Но, что если игра в параллельной реальности, совпадающей с реальной картой, пошлет игроков в опасные зоны, например, в транспортные пробки или просто в криминальные районы города? Для разрешения этого противоречия был предложен еще один интересный подход. Если игроки согласны на обезличенное использование данных об их местоположении, то игровой сервер может регулировать размещение игруальных виртуальных элементов в реальности. К примеру, если в каком-то месте скопилось слишком много народу, слишком много игроков, или, согласно календарю, в этот день там, на карте, в этом квадрате произойдет какое-то массовое спортивное мероприятие или, не дай бог, конференция, то игровые элементы можно разместить и подальше от этого столпотворения. Аналогично можно избежать притока игроков и к загруженным местным дорогам, шоссе или просто к земле или объектам, находящимся в частной или государственной собственности. То есть, судя по всему, на мой взгляд, здесь изобретатели могли применить разделение противоречия в пространстве. Кстати, и наоборот, если у игрового сервера имеется, например, прогноз погоды на текущий день, то в плохую погоду можно размещать виртуальные игровые объекты в закрытых помещениях, а в хорошую, наоборот, на свежем воздухе, стимулируя таким образом прогулки игроков. На мой взгляд, можно еще сказать, что с точки зрения ТРИС здесь просматривается тенденция согласования. То есть, мы видим согласование с погодными условиями, с календарными событиями, да и с расположением опасных объектов и даже временными пробками на дорогах. Для тех, кто еще не догадался, речь шла о компании Niantic и ее игре Pokemon Go. А сильные изобретательские приемы и тенденции по-прежнему можно выявить и найти в патентах современных компаний. Пожалуйста, изучайте ТРИС, применяйте ТРИС в своих интересах, подавайте сильные патенты и поднимайте капитализацию ваших компаний. А если вам понравилось наше видео, то поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Тогда в следующий раз мы начнем с квиза о другой компании. Итак, другая компания. Как вы думаете, как она называется? В прошлом году эту компанию купили за 1 миллиард долларов. А после покупки цену на ее основной продукт понизили до 100 долларов. А основной продукт этой компании устанавливается на двери или около двери. Кстати, фамилия одного из изобретателей этой компании – Смирнов. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.